Посмотрите, если бы вы были молоденькая, 18 лет, то встретить мужчину очень просто. Для этого нужно просто активизировать свою энергию красоты. Все будут падать вокруг. Если вы уже не молоденькая, как бы, и вы хотите встретить мужчину, тогда вы должны знать, что есть другой закон. Но этот закон надо понять, и тогда он сработает в вашей жизни. Смотрите, когда люди очень молодые, они могут встречаться просто из-за энергии красоты. Понимаете? Женщина иницирует встречу своей красотой и притягивает к себе мужчину. Но в это время ей очень трудно понять, что такое правильное отношение стоящее. Она очень гордится своей красотой и просто, как бы, этот мне не нравится, тот мне не нравится, этот не подходит. Поэтому она остается одна, несмотря на молодость и красоту. Из-за глупости. Когда женщина взрослеет, она уже не глупая, уже понимает, что хотя бы какой-то там, ну, хоть метр с кепкой, но рядом, вот. Ну, хоть какой-то бы был мужичок рядом. И так, женщины? Или нет? Ну, если право, если вы так, то, что вы так. А я же в Израиле, кажется. Женщины у меня не простые есть. Самые красивые женщины на планете считаются. Еврейки. Хорошо. Хорошо. Я понял, как бы я нахожусь в Израиле. Так. Ну, все равно, тем не менее, я вам расскажу другой путь. Не путь красоты, а другой путь, который тоже даст возможность создать семью. И это объясняет, что когда люди живут в невежестве, то только половая энергия их привлекает друг к другу, они встречаются на время, пока у них эта энергия есть, потом разбегаются. Но при этом они даже не строят близких отношений. Даже такие анекдоты входят среди невежественных людей. Секс — это еще не повод для знакомств. Вот. Дальше поехали. Страстные люди. Нужна все равно энергия вот этой влюбленности. На основании этой энергии влюбленности они строят отношения и создают семью. Но когда ты воспитываешь ребенка, вся твоя энергия любви уходит к ребенку. Поэтому как ты можешь создать семью, где ты кого-то встретишь и так далее. Благостные люди строят отношения на основе совместной духовной жизни. Для них очень важно найти себе человека, который таким же путем в жизни идет. И красота встает у нас в другое место уже. И если женщина не может найти себе мужа вообще никак, она должна приближаться к Богу. Когда она приближается к Богу, она постепенно теряет интересы к развитию в этом мире. То есть ей не так сильно хочется уже квартиры своей и так далее. Ей хочется духовных отношений с людьми. И меняется формация общения. Неверственные люди. Формация общения — это дискотеки, бары и все прочее. Страстные люди. Формация общения — деловые отношения. Это фирмы разные, пикники и так далее. То есть деловые отношения — отдых совместный. Благостные люди — это отношения внутри религиозные, религиозная семья. Когда женщина попадает в эти отношения, она вообще перестает быть одной. Потому что когда человек входит в благостную формацию, он перестает быть одиноким вообще в принципе. Вот мы такую формацию здесь тоже создаем. Здесь есть клуб «Благость». Я как вчера встречался с ними, говорю, «Ваша задача — стать ближе друг к другу». Они смотрят такие на меня, говорят, как же мы ближе станем. Я говорю, надо со всех сил стараться стать ближе друг к другу. Потому что когда люди в благостную жизнь входят, их объединяет вера и духовное единство. Они становятся братьями и сестрами такие люди. И сразу начинают заботиться друг о друге. Они начинают выдавать замуж. Вот мне, если жена прислала сегодня фотографию, она говорит, «Олег, пожалуйста, посмотри на эту девушку. Подойдет она этому парню или нет?» Он постоянно этим занимается 24 часа в сутки. Понимаете, да? То есть люди, когда в благости находится, их цель — сделать всех счастливыми. Они постоянно всех женят, выдают замуж, знакомят. У них семья, большая семья. Люди живут большой семьей. Если вы попадете в такую семью, у вас пропадет вот эта мысль, что я одна, мне плохо. Потому что вы будете в этой семье жить, вращаться. Вы будете общаться, вы порумянитесь. И ваш ребенок будет воспитываться мужчинами в этой семье большой. Благостные люди живут религиозными общинами, большими семьями. Даже не обязательно куда-то уезжать. Просто в городе. Они встречаются, общаются. На почве образования это происходит. То есть они образовываются, духовное образование получают. А в промежутках они общаются между собой. Пьют чай, едят пироженки и решают вопросы жизни. Вот то, что происходит здесь на лекциях сейчас. Кто из вас познакомился с несколькими человеками? Поднимите руку. Вы, значит, благостные. Все остальные стремятся к благости. Благостные люди дружат, любят, дружат. Они знакомятся, общаются. А страхные люди, они деловые. Они приходят деловые, общаются, не дружат, все изучают, деловые. Они вежественные, они просто нормальные люди. Все по-брабану-то. Есть деловые люди. Есть нормальные люди. Как все. Вот есть благостные, смиренные. То есть они со всеми знакомятся, дружат, помогают, заботятся, общаются. Надо войти в эту формацию людей. Вопрос о женихе отпадет. Вы станете румяной, красивой, счастливой. И Бог даст человека тогда. Потому что женщине нужна любовь, энергия любви, чтобы двигалась. И не нужен муж. Некоторые женщины думают, мне нужен муж. Нет, вам нужно, чтобы энергия любви двигалась. Надо общаться, понимаете, с женщинами, с людьми, с вокруг. Заботиться обо всех, дружить, любить, заботиться. И когда женщина так себя ведет, у нее энергия любви начинает двигаться в психике. И когда энергия любви у нее двигаться начинает, не ей нужен муж тогда становится, а она нужна мужчинам. Меняется ситуация в жизни. И она уже решает, этот или тот, все хорошие, против. Редактор субтитров А.Семкин